Инженеры китайской компании BYD предлагают свой способ решения проблемы пробок. Они разработали новый тип электрического общественного транспорта – железную дорогу Sky Rail. Первый участок надземной магистрали длиной 4,5 километра уже запустили в Шэнчжене. На реализацию проекта ушло 5 лет и 5 миллиардов юаней. Подробности материалей далее. Строительство монорельсовой дороги Sky Rail в Шэнчжене открыло новую страницу в истории транспорта КНР. Дорога расположена высоко над землей, что позволяет не усугублять проблему трафика. Затраты 20% от расходов на строительство традиционного метро. Дополнительный плюс – срок возведения в три раза быстрее по сравнению с подземкой. Годовой темп роста – количество автомобилей в городских районах Китая около 15%, а темпы расширения сети дорог – примерно 1% в год. Это означает, что несмотря на строительство новых дорог, проблема заторов будет нарастать. Мы надеемся, что наши надземные железные дороги помогут облегчить наземное движение. 5 миллиардов юаней и 5 лет понадобилось компании BYD на возведение первого участка длиной 4,4 километра в Шэнчжене. Сейчас более 20 китайских городов всерьез подумывают о надземном монорельсе. Если они решатся на эксперимент, размер рынка Skyrail достигнет триллиона юаней. Однако вряд ли растущий средний класс Китая откажется от покупки собственных автомобилей. По данным Morgan Stanley, 84% машин, проданных в мире в третьем квартале этого года, приобретены китайцами. Поэтому новый вид общественного транспорта станет лишь дополнением к частному автопарку. Темпы роста продаж автомобилей растут не так стремительно, как раньше. Они будут продолжать замедляться в течение следующих 50 лет. Но в любом случае показатель автопродаж будет оставаться положительным, несмотря на региональные ограничения на покупку машин. Skyrail и велосипеды – это дополнения, современные способы передвижения. Но их распространение не будет напрямую влиять на продажи авто. Эксперты утверждают, в ближайшее время количество машин на дорогах Китая не снизится. И создатели Skyrail иллюзии не питают. Но надеются, что их система облегчит транспортную проблему. Компания BYD уже подписала соглашение с Банком развития Китая на 60 миллиардов юаней. Деньги пойдут на популяризацию небесного монорельса в других городах.